По Роберту Киасаки для открытия собственного бизнеса необходимо следовать правилу трех О. Первое О это образование, то есть знание. Второе О это опыт. И третье О остаточные деньги, либо стартовый капитал. Как вы считаете из этих трех О, какое одно номер один? Опыт. Опыт, несомненно. Я знал случаи, когда люди безначально, которые стартовали с минусом. В инсерфинге стартует с воды, когда нет берега, человек упал, ему нужно встать на доску. А доска у него, например, таким водоизмещением, что нельзя встать, она подтапливается. И вот серферы научились, развернувшись определенным образом к ветру, используя его силу подниматься из воды. И становиться сразу на доску и ехать дальше. Вот так же я видел предпринимателей, которые стартовали из воды. Стартовали из... Но, в общем, нужен был капитал инвестиционный, какие-нибудь средства для нового проекта. Они ухитрялись стартовать в новый проект, еще не закрыв минусы старого. Но и это позволяло закрыть минусы. Не всякий бизнес требует инвестиций. Не всякий бизнес требует денег. Не всякий бизнес требует привлечения обязательно собственных средств. Поэтому вы можете поделиться долей, привлечь внешние источники, привлечь банки. Актив банка – это кредит. Банки очень любят тех, кто берет кредит. Те, кто берет кредит, зачастую по неопытности думают, что они как бы попрошайничают у банка. И банк должен их гнать поганой метлой. Крыш отсюда, их денег захотел наших. Банк хватает за такого человека, но, естественно, он потребует гарантии. Естественно, он будет изучать документацию. Естественно, он потребует каких-то залогов. Ну и так далее. Что-то, что могло бы прогарантировать возврат средств. Но, тем не менее, банки, инвесторы ищут, куда ввалить денег. Им деньги живут. И люди, и организации, и специальные объединения инвесторов ищут, какой проект вложить деньги. Если проект действительно жизнеспособен, на него найти деньги несложно. Просто дело другое, что люди не там ищут. Что, знаете, как в том анекдоте, когда человек стоит под фонарем и рыщет в траве. Его спрашивают, что потерял? Он говорит, ключи. А где именно-то вороневых? Да вон там, показывает метрах в пятидесяти. А я говорю, что ты здесь ищешь? Ну, здесь светлее. Вот есть люди, которые ищут деньги там, где им их не дадут. По друзьям спрашивают и так далее, и так далее. Есть специальные институты. Интерес взаимный. Одни хотят дать, другие хотят взять. Но, повторю, не всякий бизнес требует стартового капитала. Иногда можно начинать бизнес без вложений, потом постепенно реинвестировать средства, расширяя бизнес, увеличивая капитал. А в качестве продолжения к предыдущему вопросу приведу небольшой пример. Допустим, вы инвестор. К вам приходят два человека. Один бывший менеджер какой-то известной компании. Он стал специалистом в каком-то определенном деле. И он решил открыть собственный бизнес. И второй человек. Но до этого у него собственного бизнеса никогда не было. И второй человек. Скажем так, молодой предприниматель, который уже постоянно генерирующий новые идеи. Который уже подкрывал кучу. И все они лопнули. Ничего не сработало. Кому бы вы дали свои деньги? У меня был однажды случай, когда мне предложили долю в бизнесе 34%. Но без каких бы то ни было вложений с моей стороны. Только за имя, за участие для того, чтобы этим это использовать. Еще такой специфический бизнес был в области гуманитарных технологий. Я сказал, ребята, я вам не советую. У меня очень плохой предпринимательский опыт. Последние три предприятия мои разорились. Они сказали, о, ты отличный опыт. Мы тебе даже долю можем увеличить. У тебя хороший опыт. Опыт это сын ошибок. Но если человек, классический неудачник, если он не делает выводов из своих ошибок, а продолжает делать то же самое и снова приводит компанию к краху, то, наверное, постерегся выдавать ему деньги. Ведь по сути, сам по себе опыт ничему не учит. То есть, учит только осмысленный опыт. Если человек сделал ошибку, но говорит, мне просто не повезло. Он не хочет анализировать, какие его действия привели к краху. Мне не повезло, меня кинули, там не те люди были. Какой ты сделал из этого вывод? А какой вывод? Надо еще раз попытаться. Какой ты сделал из этого вывода? Человек говорит, допустим, нельзя привлекать вот таких людей к учредителям. Нельзя делать вот этого. О, другой разговор. А если он выводов не сделал, то... Понимаете, я все равно, что парашют... Прыгать с парашютом пока не научишься, да? То есть, не делая никаких выводов. Ну, сколько раз выпрыгнуть один? Один. Первый прыжок будет последним. Ну, так и в бизнесе. Нужно делать выводы. Нужно осознать, почему такой сценарий разыгрался, чтобы в следующий раз его не допустить. Вот в этом случае дал бы, если человек выводы сделал, и говорит, вот я теперь понял, так нельзя, так нельзя, так нельзя, а буду делать теперь вот так. Вот. Менеджер же, как правило, когда уходит делать свой бизнес, он настолько приучен просчитывать весь алгоритм, что у него, как правило, составлен очень детальный план, в нем учтены разные варианты развития событий, у него есть пессимистические, оптимистические, некие средние и так далее. Если это действительно менеджер. Потому что, когда он работал менеджером, никто бы ему не дал без бумаг, без регламентов принимать решения, действовать и так далее. Поэтому у него такая привычка, у него все рассчитывают. Тоже, может быть, дал бы. Ну, тут мало информации. Для принятия, это недостаточно информативные, вводные, да, нужно больше информации. Что за бизнес, в какой области, какой климат, на каком рынке, какая в целом динамика, рынок, на какой стадии развития находится, кризисное, предкризисное, послекризисное время, острая конкурентная среда или рынок растущий. В общем, надо учесть очень много характеристик для того, чтобы принять решение. Ну, там, третья, есть ли у меня деньги свободные вообще? То есть, нужно спросить жилища себя. Есть ли эти деньги? Какая сумма требуется? А на что она требуется? А точно ли нужна такая? Можно ли обойтись меньшей? Вот. Неоднократно мне приходилось, разговаривая с людьми, которые собираются стартовать в бизнесе, задавать вопрос, а на что деньги нужны? Человек говорит, ну как? Нужен стартовый капитал. На что? Ну, как на что? На помещение. Зачем тебе помещение? Ну, а как без помещения работать? Элементарно. У тебя квартира есть? Есть. Сколько у вас у тебя работников? Да нисколько, я один пока. Так нафига тебе помещение? Объясни мне, если ты один, у тебя есть квартира. Вот и работай себе в квартире. Не, ну а как? А если встретиться с кем-то? Если нужно с кем-то назначить встречу, ты назначаешь встречу в лобби отеля Кимпински. Ты приходишь в лобби, заказываешь кофе и час общаешься с человеком. Кофе есть, чай есть, вода есть. В бизнес-центре есть, там есть факс, принтер, копир, все, что тебе нужно. Ну, в лобби каждого приличного отеля есть уголок, где тебе могут всю эту работу сделать. Флешки, ноутбуки, все есть. Телефоны есть. Прилично оделся, сел в лобби, подарил человеку. Огромное количество людей, у которых есть собственные офисы, встречаются в лобби отеля. Это удобно, это красиво, ну и так далее. Я встречаюсь в лобби порой, хотя у меня есть офис в центре Москвы. Это здорово, это независимо. Квартира есть, все работает. Ноутбук есть, интернет есть. Что тебе надо, зачем тебе офис? Вылетать на такие деньги. Тебе нужно оплатить первый месяц, последний месяц. Внести страховой депозит, оплатить там что-то. Вот если наверняка будет что-то, что нужно будет переделать, провести какие-то провода и так далее. Ты сразу улетаешь в минус чудовищный. Зачем? Если бизнес не пойдет из твоей квартиры, ты его просто, ну, закрытие бизнеса, вот такая будет процедура. Если бизнес не пойдет в офисе, ты прерываешь договор аренды. Договор аренды составлен на год. В случае более раннего, если ты разрываешь договор, ранее срока договора, там прописаны штрафные санкции. Ты улетаешь еще на минус. Ты не возвращаешь страховой депозит. Потом, значит, приходят принимать помещение, выясняют, что здесь делал проводку. И таким образом ты нарушил штукатурку, тебе насчитают за эту испорченную штукатурку. Зачем это все нужно? Пока ты справляешься с тем объемом заказов, которые есть, например, человек делает сайт. Он делает неплохо сайты, но может быть не как студия Артемия, видео или какие-нибудь там еще профильные студии. Но в целом людям нравится, хорошо получается архитектура, сайт он понимает, подучился этому делу. Он делает неплохие сайты друзьям, себе сделает. Я подумал, почему он на этом не зарабатывает. Он стал искать заказы, продавать, предлагать. У него заказы появились. Но у него заказов столько, что он работает 3 часа в день. Зачем ему нанимать людей и офис? Непонятно. Он не работает на своем компьютере. Продолжая пиарить себя, предлагая своим клиентам рекомендацию, какую-то скидку за рекомендацию, он накапливает столько клиентов, что он работает уже 16 часов в сутки, и у него глаза красные, как у кролика. Вот в этом случае он может начинать нанимать людей. У него хорошо получается продавать услугу. Ну окей, значит он должен 3 часа в день работать, 7 часов продавать услуги свои. И нанимать одного, другого, третьего парней, которые будут делать сайты. А он будет контролировать их работу. Он будет их обучать, мотивировать и смотреть, чтобы сайты были действительно не хуже, чем те сайты, которые я делал. Вот уже 3 человека сидят по домам. А потом получается, чтобы их контролировать, это нужно ездить, нужно встречаться, то-всего. Они выполняют, ну там, они порой делают какую-то еще левую работу, из этого затягивают сроки. Поэтому их лучше посадить в офис, чтобы было видно, что они делают, чем они занимаются. Вот тут из свободных средств нанимается действительно офис. Они говорят, я не хочу на своем компьютере работать в офисе. С какой стати изнашивать собственную технику личную? Значит, им нужно купить компьютеры, хорошие, мощные, контролировать, чем они занимаются. Ну, в общем, туда хороший канал, чтобы интернет, картинки качают, то-все, видео, хранилище данных, и так далее, и так далее. Начинают покупать технику. Но, знаете, у Женского была шутка, что вы воруете с убытков? Воруете с прибылей. Что вы воруете с убытков? Вот довольно часто, вот инвестируй с прибылей. Что ты инвестируешь из убытков? Инвестируй с прибылью. Ну, я подчеркиваю, что в данном случае я знаю, какое удоение стоит прибыль. Это просто я уже цитирую. В основе любого бизнеса сидит, лежит идея. Стоит идея. Существует ли какой-то алгоритм, техника генерации этой идеи, которую молодой предприниматель сможет использовать? Как вы пришли к идее вашего бизнеса? Во-первых, поиск новых идей – это ключевая тема во многих областях, не только в предпринимательской деятельности. Поиск новой темы для тренинга. У меня раз в два года появляется новая тема, и иначе невозможно. То есть, если тренерский портфель не обновляется, в какой-то момент вытапкивается вся поляна. То есть, когда я в город Новосибирск пятый раз приеду с одним и тем же тренингом, на него уже никого не соберут. Только одни организаторы будут сидеть в зале. Ну, как у артиста на эстраде. Ему нужно каждый раз привозить программу. Хотя бы раз в два года обновлять программу, новые песни делать. Поиск новых идей в рекламе. Ведь по большому счету рекламные идеи тоже нужны. Поиск новых идей для фильма, для книги, для бизнеса. Это задача. Над этим, думаю, есть технологии специальные. Вот в теории решения изобретательских задач есть специальный раздел. В тризе специальный раздел есть по поиску новых идей. Ищите по ключевым словам в Гугле поиск новых идей для бизнеса. И вам вывалится куча материала. Мои какие-то бизнес-активности, они бывали либо производными от того дела, которым я занимаюсь. Я пишу книги, мои книги издаются на моих тренингах и семинарах. Книг покупают довольно много. Поэтому я беру и не приглашаю на мои тренинги семинары издательства или книжный магазин стоять с книгами. А я учреждаю свое предприятие, которое по оптовой цене покупает книги непосредственно на складах издательства. Привозит на склад, а потом со склада привозит в то место, где я провожу тренинг. Количество книг, которое продается за месяц, покрывает издержки по содержанию этого предприятия, персонала, которое там работает. И приносит прибыль еще, к тому же. Я становлюсь одним из крупнейших дистрибьюторов моих книг в России. Ну, я продаю книг больше, чем любой магазин. Солокук на завод, например. Они продаются так же, ну, люди заходят на мой сайт, посмотрят какую-то информацию и покупают на нем книги. И, в общем, вот, пожалуйста, у меня есть книжный бизнес, который продает книги. Я записываю видео, видеофильмы. Эти видеофильмы учебные, они стоят денег. Я их продаю через Озон, я их продаю на своем сайте. У меня есть интернет-магазин, который их продает. Да, интернет-магазин обслуживают какие-то люди, которые получают зарплату. И денег хватает им на зарплату, еще остается прибыль. Это бизнесы, производные от моей деятельности. Или, допустим, я вот вступаю в тренингами, семинарами. Моя собственная команда научилась их организовать на высочайшем уровне. У меня очень высокие требования. У меня райдеры технические на трех страницах. Редко какой концерт обеспечивается на таком уровне. Команда научилась делать на блестящем уровне. Но команда проводит 8-10 мероприятий в год. Это же мало. А у них уже опыт есть. Дело поставлено на поток. И с этого года мы начинаем привозить англичан, американцев, австалийцев, новозеландцев, канадцев. Выступать здесь. Мы для них организуем аудиторию. Организуем всю техническую часть. Организуем логистику, рекламу. И приглашаем их. И мы зарабатываем деньги. Это семейный бизнес. Зарабатываем деньги с этих проектов. То есть, это производная от того, что я делаю. Медицинский бизнес не был никакой производной. А участница моего тренинга написала мне и говорит. «Радислав, я послушал о вас. И вот у меня в жизни перепутье. Я развелась с мужем. У меня на руках дочь. Я не работала. Хотя у меня медицинское образование. Я почти не работала. Я читала лекции в медицинском институте. Но это не заработать. Это так смехотворно. Муж много работал, много зарабатывал и обеспечивал. Сейчас я осталась одна. Муж платит какие-то алименты минимальные. И, в общем, зубы на полку. У меня несколько сценариев. Ну, идти преподавать, просто брать большее количество часов. И прозябать на преподавательскую зарплату. Это будет совершенно другое качество жизни, к которому я не привыкла. Но зато это наверняка. Это 100%. Второй вариант. Попробовать устроиться в какую-нибудь коммерческую клинику. И начать практиковать как доктор-терапевт. У меня терапевтическое образование. Но здесь шансов мало, потому что я очень много лет не практиковал, не работал. И поэтому шанс, что меня возьмут сразу в коммерческую клинику еще. И ответственность. И вот есть третий вариант. Мне предлагают открыть медицинский центр. Возглавить его. Стать менеджером диагностического центра небольшого в моем городе. Что вы посоветуете? Я ответил, ну, не буду назвать имени. Я ответил, ну, мой сценарий очевиден. То есть первые два отметаются. Зачем, когда есть такой шанс? Она говорит, да, но есть нюанс. Нужны деньги. То есть я могу войти на эту позицию только если я принесу какие-то деньги. И, ну, не какие-то, а совершенно конкретную сумму. То есть я должна... Ну, короче говоря, в конечном итоге я стал соучредителем этого предприятия. Я дал часть денег недостававших. Она часть денег взяла у своего мужа, которому пообещал вернуть их с процентами. И часть денег мне пришлось отвечать за слова. Я вложил, и это была лучшая инвестиция в моей жизни. Потому что такой возвратный наложенный капитал я не имел ни с одного проекта. И это было много лет назад. Но я до сих пор ежемесячно получаю дивиденды. У меня квартира очень немаленькая в Москве, которую я сдаю. Просто мы с семьей в нее не помещаемся. То есть детей стало больше. Когда четвертый ребенок появился, мы в эту квартиру не перестали взять. Мы его просто сдали. Но квартира стоила, не буду говорить, сколько... Ну, что говорить, ну, больше миллиона долларов стоила квартира. Я с нее получаю денег меньше, чем я получаю с того бизнеса, в который я вложил 4 миллиона в свое время. Ну, представьте, да? Это сейчас. Кризис. Оборудование уже несколько подустарело. Конкуренция стала более плотной. Вот. Я не занимаюсь этим бизнесом как предпринимательской деятельностью. Для меня это была инвестиция. Я немножко занимался. Я немножко занимался и разрешительными документами, и делал командировки. Но потом уже не нужно было. Все наладилось, все работало. Хотя были в моей жизни проекты, когда... Мы же продали две квартиры. Для того, чтобы вложить в бизнес проект, который не принес нам ни одного рубля. То есть он вообще не пошел. Это было обидно. Это была ее квартира первая в ее жизни, которую она купила. С моей стороны была квартира, которую мне бабушка завещала, умирая. Вот эти две знаковые, значимые квартиры, как символ. Они ушли. Казалось, что этот проект, несомненно, выстрелил. А он не выстрелил. Идея была прекрасной. Бизнес-идея была прекрасная. Но ни ко времени, ни к месту не пошло. Такое тоже бывает. А та идея была. Такая идея, которой очень хотелось, чтобы в нашей стране такой проект был. Он есть во многих развитых странах. И очень хотелось, чтобы он у нас был. А у нас он не пошел почему-то. Идея родилась из знакомства. Я просто попал на некое мероприятие, познакомился с человеком. И пошло, пошло, пошло. Идеи для бизнеса из разных мест. Кто-то случайная встреча, случайный разговор. Или бывает от потребности. Допустим, я пошел делать МРТ, диагностику. И выяснилось, что полная запись на неделю вперед. А потом пришел, и наспирь сделали на плохом аппарате плохой снимок. И пришла в голову идея. Слушай, если на неделю расписано очень, так может быть поставить. Надо узнать, где сколько, что почем. Что сколько стоит. Узнать, с друзьями скинуться, купить такой аппарат, поставить, нанять врачей, диагностов и получать прибыль. Если такой спрос на аппарат МРТ, то почему бы его не сделать. Мой друг живет в Новосибирске. У него был небольшой магазин продовольственный. У него оставалась тара из гофрокартона. Сдать макулатуру, ее не берут, там пропитка. Сжечь ее нельзя, потому что там пропитка противопожарная. Нарезать его тонкими полосками, бросить в мусор провод нельзя, потому что ЖКХ. Его некуда девать. То есть у него накапливаются на складах вот эти коробки, которые девать некуда. Он стал узнавать, как складывается их судьба в дальнейшем. Ну и, короче говоря, стал узнать у друзей, что они делают. И он понял, что у всех такая проблема. И он придумал, как эту проблему решить. Он поехал в Германию, купил бэушный аппарат, который дробит ее и прессует такие кубики. И потом эти кубики уже стал продавать. А потом купил и следующее звено в этой цепи. То есть такую линию. Он сейчас занимается стеклом, металлом и бумагой. Разбогател на хорошей машине. Закрыл уже давно продовольственный магазин. То есть рождается идея из какой-то неудовлетворенной потребности у вас или у ваших друзей. Американская история и книжный пример. Когда друзья ехали из Лас-Вегаса после мальчишника перед свадьбой. И у них раскалывалась голова. Потому что выпили лишнего, спали мало. Пересохло в городе. Голова болит, раскалывается. Аспирина нет ни у кого. Они ехали-ехали. Но вдоль дороги заправки стоят. Аспирин не купить. Аспирин могли купить только в городе, в ближайшем. В аптеке. И это избавлено от страданий. Они придумали на заправочных станциях делать маленькие аптечные киоски. Один квадратный метр площади. И безрецептурные препараты, которые они требуют. Специальных разрешительных документов. Ну что там, аспирин, презервативы. Там какие-нибудь, не знаю, тесты на беременные. Что там еще из Лас-Вегаса надо обязательно людям. Они вдоль дороги договорились на заправках поставить эти штуки. И заправщики, когда заправляли машину, говорили. Если нужно что-нибудь, вот, смотрите, у нас есть. Там, не знаю, влажные салфетки. Ну что там, аптечный киоск безрецептурные препараты. И лишние пару долларов на каждой заправке. По итогу пары стали миллиардерами. Потому что эта сеть составила из десятков тысяч точек. Супер. Вот, пожалуйста. На ровном месте. Да, на ровном месте и за неудовлетворенные потребности. Нужно им было какое-то получать специальное образование. Ну что там? Ну, они поехали, собственные персоны. Подъезжают на машине, заправляются, говорят, здрасте, здрасте. Хотите пару долларов с каждой машины дополнительно получать? Конечно, хочу что-нибудь. Ну вот, мы поставим такую штуку. Ничего не надо, просто вы сдаете нам деньги раз в неделю. Мы вам комиссию и все. Ну, а поскольку заправка, она уже, это уже, не надо что регистрировать. Заправка, это уже юридическое лицо, там, с бюджетом, балансом, бухгалтерией и прочее. Они могут продавать бензин, могут продавать презервативы, могут продавать аспирин. Почему нет? У них нет такого, не написано, продавать только бензин. И ничего, кроме бензина. Они же продают масла, присадки, бутерброды. Ну, вот они еще продают аспирин. Класс. Один квадратный метр, он же найдется на каждой заправке, лишний квадратный метр. Радислав, я благодарю вас за нашу встречу, за ваши замечательные ответы. В завершении, хотел бы задать один небольшой вопрос, который интересует очень многих наших зрителей. Сейчас известно, что в России кризис. Здесь, где я живу, в Альберте, тоже кризис. Связан это с тем, что цены на нефть упали. Альберта, так же как Россия, очень сильно зависит от нефти, от цены на нефть. И у вас, и здесь, в Альберте, десятки-десятки тысяч людей остались без работы. В завершении, хотел бы вас спросить, что бы вы им посоветовали, тем людям, которые остались сейчас без работы и думают, а может мне заняться собственным делом, а может мне открыть собственный бизнес? Я думаю, что пройдут годы, и люди, которые решатся в этот период, будут встать на путь независимого существования собственного бизнеса, они потом этот кризис будут считать неким знаком судьбы. Я думаю, что очень многие, кто нас сейчас слушают, вспомнят в своей жизни моменты, когда судьба поворачивалась к ним спиной, как им казалось в тот момент. И это вынуждало их совершить в жизни очень серьезные радикальные перемены. И потом они, когда обращались, но и слава Богу, что тогда это произошло. Я благодаря этому пересмотрел важные вещи, принял решение, и теперь я живу так, как я живу. А мог бы жить вот таким образом. Есть такая анекдот-притча. В Одесском порту висело объявление. Срочно нужны докеры. Докеры – это грузчики. Срочно нужны грузчики. И приходит Цеперович в отдел кадров. «Здравствуйте, я хочу работать у вас докером». Подождало это объявление, что докеры нужны. Они говорят, да, да, нужны, хорошо, что вы зашли, садитесь, пишите заявление. Он говорит, я не могу написать заявление, я неграмотный. Они говорят, ну слушайте, мы не можем вас принять без заявления. Ну, значит, извините, до свидания. Он вышел. И стараясь, перерачиваем страницу. Пятое авеню, ювелирный магазин из роскошного лимузина. В сопровождении охранников выходит человек в пальто с бобровым воротником. В руках у него кейс. Под руку он держит роскошную кинодиву, высокую, стройную молодую девицу. Они входят в магазин. У нее разбегаются глаза. И предлагает, она выбирает некую подвеску. Скажет, сколько она стоит. Ему говорят, она стоит 400 тысяч долларов. Он говорит, хорошо, дорогая, я беру. Он открывает кейс и начинает отчитывать 400 тысяч долларов. Ему говорят, что вы делаете, вы можете просто выписать чек. Он говорит, ой, ребята, если бы я умел писать, я бы шел с докером в одесском прокуре. Бывает так, что ваше некое неумение или ваша ситуация, в которой вы оказываетесь не ко двору, без работы, например, может быть, воспримите это как подсказку судьбы. Восприимите это как некий стимул. А вот теперь, когда нечего терять, почему бы не попробовать? Часто терять нечего. Раньше было, что хорошая работа, развивающаяся отрасль, нефтедобыча, продажа нефти, переработка нефти. И как это я уйду делать свой бизнес? А сейчас ты безработный. Стартовать-то легче. Тебе не нужно терять репутацию. Тебе не нужно терять насиженное место. Ты вне зоны комфорта. Давай, стартуй. Отличная возможность. Так что, не знаю, воспримите как поворот судьбы наоборот к вам лицам. Она в вас верит. Спасибо, Радислав. На этой ноте мы завершим нашу встречу. Спасибо огромное и хорошего вечера. Спасибо вам, Слава. Отличную тему подняли. Всем удачи и смелости. Счастливо. Слава.